Друзья мои, я хочу показать вам, мы возвращаемся в Марсин, вот отъехали от Нильда, хочу показать вам окрестности, видите какие горы, находимся в автобусе. В основном просторы такие, и вот сейчас мы проехали ухоженные поля, заспеянные, каждый нейкар весь обработан, люди используют все возможности, что дает природа. Нильда находится на возвышенности, видите горы здесь, теперь мы будем впускаться вниз. Здесь сухой климат, влажности совсем нет. Очень все ухоженное. Нильда, какой-то университет, спортивный салон. Отъехали мы уже от города, это за городом, территория. Чами вот такая. Дома построили. Земля какого-то белого цвета. Здесь копы у нас деревня. Дома двухэтажные здесь. Хочу вам показать всю Турцию, не всю Турцию, но некоторые районы из Турции, чтобы вы имели представление, как здесь люди живут, какая инфекструктура. Посмотрите, какие красивые домики двухэтажные. В общем, здесь дома не так, как попало строят, а все планируют. Это средняя часть Турции. Мы находимся в средней части Турции. Мерсин находится на побережье Средиземного моря. И мы, наверное, часа через два с половиной, будем уже в Мерсине. Такие вот строятся дома. Так же есть и зеленые парки. Турецкое правительство очень много уделяет зонам отдыха внимания. Вот этот небольшой автовокзал. Друзья мои, хочу показать, вот видите горы, и то там где-то люди делали свои участки. Посмотрите, везде у них что-то растет. Посмотрите, какие ухоженные поля. Сейчас видно, они собрали урожай, скосили, что-то заново посадили. И так во всей Турции люди. Увеличу вам чуть-чуть. Мы едем в автобусе. Посмотрите, мои хорошие, как смотрят люди, ухаживают за землей. Потому что они живут, зарабатывая на земле. Возле гор находятся вот эти участки. И все вот так вот, все ухожено. И прям приятно смотреть. Особенно, когда ты летишь с самолета. Очень видно, красиво. Видите, там далеко? Вот те горы. Посмотрите, видите? Вот я вам покажу, вот не видно. Вот как раз прямо, видите, где-то далеко в горах, смотрят за землей. Участки. А там какой-то завод. Суместный, наверное. За городом находится. Здесь очень много фабриков, заводов. Видно, вот, что урожай собрали. Пшеница, в основном хлеб, с которого потом сделают муку. Друзья мои, вот эти давлеры. Тарус давлеры. Горы Тарус. Представляете, вот это все сетка, чтобы ни один камушек не упал. Вот там повыше. Видите? Как люди смотрят и ухаживают, чтобы дороги были чистыми. Как будто каждый день подметают здесь. Такие вот сетки сделаны, и вот там повыше. Все обработано. Все оборожено. Вот такая красота, друзья мои. Смотрите, мои хорошие, какой красивый домик. Не знаю, как этот район называется, где мы находимся, но... Факт, что все красиво. Распланировано. Возле гор расположен здесь так. Кюршен. Не знаю, ресторан это или что. Кюршен. Ресторан или местность называется. Новая стройка. Какая игрушка. Почти к ним все, но посмотрите, тут какие апельсиновые, мандариновые сады. Начинается плантация. К Тарсусу, наверное, подъезжаем, скорее всего. Смотрите, сколько много. Увидите, какие сады. Друзья мои, а это плантации маслин. Мы уже подъезжаем к Тарсусу. Посмотрите, какие плантации огромные. Маслинки здесь растут. Вы видите, как все ухожено. Люди любят свое дело. Очень большие сады. Поэтому в Турции вырабатывают очень много маслин. Я, кстати, научилась, как их солить. В этом как бы я сделаю двойную порцию. Потому что получилось очень вкусно. И я с вами поделюсь секретом. Испытала я там несколько рецептов. И вот самый-самый, понравившийся я повторю обязательно. Посмотрите, мои хорошие. Не заканчиваются эти плантации маслин. А здесь я не знаю, что. Нет. Вот люди чем занимаются. И основным садоводством. Огородством. На этом все продают. Консервируют, солят, мало солят. И живут на эти средства. Также работают на фабриках, заводах. Смотрите, как будто я такой солнце пек. А это кукуруза. Это тоже маслины, по-моему. Здесь пока ничего не понятно, что. А это, друзья мои, по-моему, картошка. А это априкосовые деревья там. Маслины. И опять маслины. Не знаю, что какие-то тут все-все, так много чего. Здалека не видно. Вот какая-то фабрика. Не знаю, что это за фабрика такая. Вот опять сады. Картошки, посмотрите, сколько картошки. Кукуруза. Кукуруза. Видите, каждый гектар тут что-то уже сходит. Вот видите, картошка, картошка. Турецкая картошка. Тут что-то не понятно, что, но что-то есть. Посмотрите, сколько картошки. Друзья, никакие поля. Работают люди как работают. Поэтому живут хорошо. Вот такие вот постройки. Старые какие-то вот хозяйские мастерские. Фабрика какая-то там хлебная. Вот так вот продают на дороге все. Подъезжаем мы к Тарсусу. Вот за... А это... Казахстан. Как вы догадались? Автопарк, то есть автовокзал. Я хочу показать вам фабрики. Вот посмотрите, какие фабрики огромные за пределами города. Вот здесь люди работают и зарабатывают деньги. Идти там дальше и... Вы видите... Вот такие фабрики и дальше там. Вот такие фабрики и дальше там. Они работают за городом. Какой-то завод. Завод и фабрика. В общем, вы видите, сколько фабрик. Население трудоустроено. Население трудоустроено. Это приезжим очень трудно найти работу. А граждане здесь, кто хочет работать, всегда найдет работу. У меня такое личное мнение. Там приезжим очень трудно иностранцам. Но если имеешь гражданство и знаешь ты язык, и если у тебя подтвержденный диплом, то ты можешь устроиться в других случаях. Надо искать что-то другое. Как я нашла удаленную работу в интернете. Потому что можно найти больным прислуживать или кого-то убирать, но не каждому нужна такая работа.